В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Пашкортостане отбирать резидентов для особой экономической зоны Алга будет экспертный совет. Постановление о его создании подписал глава республики Радий Хабиров. В состав совета вошли представители органов федеральной и региональной власти, а также общественных, финансовых и научных организаций. Экспертный совет будет оценивать бизнес-планы потенциальных резидентов зоны Алга и принимать решения об их поддержке либо отказе. Создание комиссии связано с недавним постановлением Минэкономразвития России передать полномочия по управлению особой экономической зоной республиканским властям. Оценка проводится по нескольким критериям. Основное из них – в соответствии цели задачи, предлагаемого инвесторам проекта, цели создания особой экономической зоны, стратегическим целям экономики региона и Российской Федерации. Также оценивается актуальность и реализуемость предлагаемого проекта, его финансовые показатели и возможность обеспечения земельными и инфраструктурными ресурсами. Особая экономическая зона Алга расположена в Ишимбайском и Стрель-Тамакском районах. Ее площадь около 470 гектаров. Резидентам территории предоставляются налоговые льготы. Взамен они создают новые производства и рабочие места. Башкортостан увеличил экспорт продукции АПК до 91 миллиона долларов. Это на порядок выше прошлогодних показателей, сообщили РБК УФА в республиканском Минсельхозе. В первом полугодии 2019 года объем экспортных поставок составлял около 65 миллионов долларов, а за год примерно 112 миллионов. По словам специалистов, все большую долю занимает сельхозпереработка. Сегодня почти половина всего экспорта АПК в республике приходится на масложировую продукцию. И суммой остается и доля сахара. По нацпроекту к 2024 году объем экспорта в АПК в Башкортостане должен достичь 230 миллионов долларов. Общий объем финансирования в рамках приоритетного проекта составит 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Такая мера господдержки направлена в первую очередь на увеличение объемов производства продукции переработки масличных культур, востребованных на внешних рынках, отметили в Минсельхозе. Республиканская клиническая больница имени Куватова планирует арендовать вертолет для оказания экстренной медицинской помощи. Аукцион на отбор авиаперевозчика назначен на 4 августа. Максимальная цена контракта 54 миллиона 700 тысяч рублей. Контракт на работу воздушного судна обеспечивает республиканский бюджет, сообщается на официальном сайте госзакупок. Но вот согласно документации, услуги санавиации должны быть доступны круглосуточно в течение получаса после получения заявки в теплое время года и в течение часа в холодный сезон. Вертолет, который РКБ арендует для перевозки пациентов, должен быть не старше 6 лет и оснащен медицинским модулем с сертифицированным оборудованием. Стоимость контракта включена 274 часа оказания экстренной помощи. В Уфе вертолетные площадки оборудованы в Республиканском клиническом перинатальном центре клиники БГМУ. Они также есть рядом с большинством городских и районных больниц Башкортостана. Благоустройством парка в микрорайоне Южный в Уфе займется компания «Потенциал». Она стала единственным участником аукциона, объявленного мэрией. Работы обойдутся городскому бюджету в 166 миллионов рублей. Напомню, новый сквер возводится в районе улицы Зайна-Бишевой за зданием бассейна БГПУ. Территорию разделят на зону отдыха и пространство для занятий спортом. Кроме того, подрядчик установит в парке светодинамический фонтан, сцены, детскую площадку, системы видеонаблюдения и электроснабжения. Работы предстоит выполнить до декабря 2020 года. Площадку под будущий сквер начали готовить еще в прошлом году. На бывшем пустыре высадили 150 деревьев-кустарников и подвели все необходимые инженерные коммуникации. Название парка выберут жители микрорайона. Ранее уже были озвучены варианты. Это Южный, Яблоневый сад и Каменная река. А вот для сквера «Волна» в Уфимском микрорайоне «Затон» пока не нашлось подрядчика. На тендер по благоустройству двух местных озер не поступило ни одной заявки. Аукцион накануне был признан несостоявшимся. Напомню, на эти цели столичная мэрия готова выделить около 30 миллионов рублей. Предполагалось, что до 1 ноября подрядчик должен обустроить в парке открытое общественное пространство возле двух котлованов. Малое озеро очистят и углубят. Рядом оборудуют смотровую площадку, релакс-зону и фонтан якорного типа с подсветкой. На Большом озере установят две террасы для отдыха, пешеходный мостик и обустроят прогулочную зону. В настоящее время озеро обмелело, требуется углубление и укрепление чаши водоема, отмечается в техзадании. Пластик – это не мусор, это сырье, которое может получить вторую жизнь и сохранить окружающую среду. Компания «Красный ключ» – крупнейший местный производитель питьевой воды в Республике Башкортостан и лидер рынка в Уфе проводит экологическую акцию по сбору пластиковых бутылок «Включись в сборную». Она проходит в формате игры, продлится до конца года. Участие может принять любой желающий. Все собранные бутылки «Красный ключ» отправит на переработку за свой счет, дав пластику вторую жизнь. И на этом наш выпуск подошел к концу. Подробности об акции «Включись в сборную» смотрите сразу после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова